Продолжение следует... Продолжение следует... И, в принципе, это, наверное, осталось еще в районе Белогоровки, Луганской области. Там идут ожесточенные бои. Противник решил возобновить попытку похода на Ямбль в направлении Лимана. Но это их давняя мечта. Они хотят срезать вот этот выступ в Сиверск. И поэтому они начали там наступательные действия. Активизировали. Не начали, а активизировали наступательные действия. Единственное, что меняется тактика. Вот у них, в принципе, вот два... Я бы выделил два. Ну, Марьинка традиционно там же ожесточенные бои. Но там идут 14 месяцев эти бои. И линия фронта продвинулась буквально на 1-2 километра от той, которая была на момент 24 февраля. В Авдеевке они немножко поуспокоились, потому что мы дали хорошую им ответку. Углидар они пытаются там незначительно атаковать. Но так и перейти в наступление они под Углидаром не могут. Кстати, есть информация, что они с Авдеевки часть войск сняли и перебросили на Бахмут. Они все-таки решили, ну, видимо, решили, что, судя по информации из Кремля, Путин все-таки иногда спрашивает. Вот он запомнил этот Бахмут. Они его называют, правда, Артемовск по-старому. И когда возьмете? И новый дедлайн, насколько стало известно, новый дедлайн – это конец месяца. К первому дедлайн, иными словами. Да, Шойгу пообещал, что до конца месяца Бахмут они возьмут. Поэтому и перебрасываются. И там, кстати, в Бахмуте уже такая сборная солянка, там вагнеровцы, там десантники российские. И туда же кинули ополченки ДНРовцев, так называемых. Ну, хотя вот этот статус этих ДНРовцев вроде как они меняли, а на самом деле они продолжают называть ДНРовцами. Ну, Шойгу же говорил, что эти корпуса вошли в состав вооруженных сил, теперь это вооруженные силы России. Но, тем не менее, они продолжают их называть там ополченцы из ДНР, там и ЛНР и так далее. Так что вот такие вот, в принципе, от Лиман, Бахмут, Авдеевка, Марьинка, вот это как была огненная дуга, так она и осталась. Где-то они немножко ослабили, где-то они пытаются нарастить. На Бахмуте они пытаются нарастить. Вот сейчас на, вот в этих Серебрянской, это в направлении Белогоровки они пытаются нарастить. Там Серебрянское лесничество, это в районе Кременной. Вот, Авдеевка, Марьинка традиционно они держат наступательный темп, а Авдеевка, Углидар они немножко ослабили. И поменяли тактику. Они сейчас, они прекрасно поняли, что наконец-то до них дошло, что они контактный бой, они нам проигрывают. И они, ну, не может их пехота продавливать нашу оборону. Поэтому они начали стягивать артиллерию и основном тяжелую артиллерию. И за счет тяжелой артиллерии они сносят все, что есть, любые строения. Ну, фактически превращают местность в каменное поле. Там понятно, что оборонять нельзя, нечего. То, что Сырский называл вот этой сирийской тактикой, да? Ну, я бы не сказал, это сирийская. Ну, в принципе, можно, да, можно сказать так. Так, в простонародье, в советской армии это называлось квадратно-гнездовым способом. Почему? Ну, потому что, когда берется один квадрат, и он равняется земле. Потом берется следующий квадрат. Вот. В СССР это называли квадратно-гнездовой способ. То же самое они делали в Алеппо, да. Но там они это делали с помощью авиации. Это намного мощнее. Они, в принципе, выносили город до тех пор, пока... Там же какой был итог этой операции? Они разрушили город до такой степени, что из города ушли не только жители, но из города ушли и ополченцы. Там они воевали с ополчением. Потому что оборонять руины не было смысла. Такое было сделано официальное заявление, они ушли. Вот так Россия к себе приписала. Они же так и не взяли штурмом Алеппо. Нет, они вошли в пустой, разрушенный город. Вот то же самое они хотят сделать. Ну, наверное, скорее всего, поэтому Сырский и сравнил это. Но здесь они авиацию не могут применить. Они начали применять планирующие бомбы. Они начали... Ну, ракеты не применяют по Бахмуту. Но планирующих бомб оказалось не так уже много. Особенно комплект. Бомб много. А комплектов вот этих вот с крыльями для бомб оказалось не очень много. Вот. И промышленность не может их поставить там в больших объемах. Но они стянули туда там и миномет 240 тюльпан, и пионы там 203 миллиметровые, и гиацинты 2С5-152. И вот они артиллерии. Ну, там наши тоже отвечают. Отвечают тем, что мы подрываем дома, куда набивается пехота. Как только разведка вычисляет, где они начали сосредотачивать живую силу, мы эти здания подрываем. Ну, какими уже способами там, как получится. Но, тем не менее, это имеет свой эффект. Олег, много говорилось о том, что россияне же мечтали окружить там Бахмут, отрезать все дороги. Насколько сейчас есть эта опасность? Или она уже, в принципе, купирована, и о ней не стоит говорить уже? Нет, она не купирована. Они постоянно пытаются наступать на Иванково и на Хромово. Постоянно пытаются. Единственное, что у нас там дежурит наша артиллерия, которая уже достает, она достает до Бахмута. Но дальше, к сожалению, мы не можем. Насколько я понимаю, из-за конфигурации линии фронта мы не можем вести контрбатарейную борьбу. Вот с этими особенно тяжелой артиллерии, она российская. Она стоит на довольно большом удалении. Но зато фланги она держит капитально. И как только они пытаются где-то с севера или с юга продвигаться, мы сразу же даем соответствующий отпор. Там и войска стоят в достаточном, и плюс туда достает наша артиллерия, которая тут же поддерживает огнем. Поэтому коридор мы держим. Мы держим. Это, кстати, именно то, что мы не сделали, что не было сделано во время Дебальцевской операции. Когда они держали фланги коридора. А здесь нет. Здесь мы держим фланги коридора. И поэтому город получает и снабжение, и войска ротацию. И мы продолжаем вести оборону. Олег, тогда, если позволите, я сразу хотела бы перейти к разговору о нашем контрнаступлении. Потому что, может быть, мы бы внутри Украины и не так часто об этом говорили. Просто бы ждали, что будет происходить. Но дело в том, что западные средства массовой информации не дают нам расслабиться ни на секунду, а поскольку мы их тоже перепечатываем. Они, наверное, больше, чем мы уже озаботились нашим контрнаступлением. У нас уже немножко это действительно спала эйфория. А запад, запад. Но они возлагают на это огромные надежды. А вот давайте вот сейчас к этому и вернемся. Вот на секундочку вас прерву, простите. Сразу процитирую несколько, потому что хочу ваш комментарий услышать. Если позволите, Financial Times. Большая вчера статья. Анонсированное Киевом контрнаступление Украины будет рискованным. Оно потребует взаимодействия всех родов войск. И его придется проводить без преимущества в воздухе, поскольку союзники все еще отказываются предоставить современный истребитель F-16. В статье также отмечается, что задачу украинцам усложняет не только то, что нет преимущества в воздухе. И вот Financial Times приводит примеры, когда же еще вот такие сражения глобальные, как украинское контрнаступление было. И они напоминают, что последняя крупная битва с участием танков, вот такая как контрнаступление наше, состоялась в 2003 году, когда коалиция во главе США боролась с иракскими войсками, оснащенными советскими Т-72. Но союзников тогда поддерживала штурмовая авиация и вертолеты Апачи. И еще одна тоже про контрнаступление, чтобы уже вас не перебивать. Это сегодняшняя статья. Как же без этого? Просто для них это вот каждое утро, они этим занимаются очень интересным. Контрнаступление может быть успешным, если украинским силам удастся вызвать паралич в российском военном руководстве и панику среди российских рядовых. Это очень интересный комментарий, впервые это почитаю. Первые сутки ожидаемого контрнаступления ВСУ вероятно будут решающими. Это будет украинский самый длинный день. Такой прогноз на страницах издания Foreign Policy во вторник, 18 апреля, озвучил Франц Стефан Гади, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований по кибермощности и будущим конфликтам. В своей статье эксперт прогнозирует, что первые 24 часа возможного контрнаступления Украину станут самым длинным днем для вооруженных сил Украины, напоминая опыт предыдущих войн, когда начальная фаза атаки часто определяет характер последующей битвы, решает победу или поражение определяет стратегическое влияние наступления. Но это вот только два из последних, из свеженьких, что называется. Давайте немножко об этом поговорим, как бы вы это прокомментировали. Самое обидное то, что от них зависит, понимаете, успех. И они все возлагают теперь на нас. Они же не дают самолеты, современные, западные. Они же не дают ракеты. До сих пор мы не получили средства огневого воздействия на противника с дальности 150 и более километров. Все зависит от них, с одной стороны. А с другой стороны, они рассуждают о нашем героизме и патриотизме, как мы будем с голыми руками штурмовать передний край противника. Вот это самое обидное, что они либо не понимают, либо это, ну, такой, я бы сказал, стек, что ли, в этом отношении. Дайте нам оружие и сидите спокойно, дышите ровно, мы все сделаем. Черчилль еще когда-то сказал, дайте нам вооружение, мы остальное, мы грязную работу сделаем сами. То же самое здесь. Дайте нам оружие, мы решим этот вопрос. И никто не будет нервничать. Будет успешно, неуспешно. С каждым новым видом вооружения вероятность успеха повышается на значительное количество процентов. Поэтому, действительно, первый день, с точки зрения военной науки, они все говорят правильно. Да, так и есть, действительно. Ну, посмотрите, без преимущества в воздухе это уже минус, там, огромный процент успеха идти. Это первое. Второе, допустим, первые сутки определяют темпы наступления. Удастся прорвать или не удастся? Если удастся, на каком участке? Какова ширина будет прорыва? Сколько войск мы успеем ввести в этот прорыв? Как дальше будет развиваться наступление? Увяжемся мы в позиционные бои или будем продвигаться вперед? Это очень, да, это действительно, действительно первые сутки начала наступления определяет весь дальнейший ход операции. Причем, как говорил, вот тут, кстати, поговорка Наполеона, да, что любой план сражения прекращает свое действие с первым выстрелом этого сражения. Потому что дальше диктует поле боя. Все, план уже только можно корректировать. Он уже не будет, сто процентов не будет соответствовать той обстановке, которая будет на линии фронта. Ну, а вот со стороны Запада, ну, честно говоря, вот я уже сколько слушаю, сколько комментирую, на мой взгляд, это просто, ну, кощунство. Так, дайте нам вооружение, и мы все сделаем. И все будет нормально, и вы будете спокойны. И новая доктрина НАТО, может быть, и не понадобится, которую они сейчас там пытаются подготовить к саммиту. Вот, фактически, возвращаясь в 70-е годы, в начало холодной войны. Олег, ну, раз вы заговорили о... Я бы так это откомментировал. Ну, раз уж вы заговорили о новой доктрине, давайте к ней вернемся, потому что она интересная. Североатлантический альянс хочет восстановить собственную боеспособность до уровня времен холодной войны. Об этом пишет одно из известных западных изданий. Я вижу, вы улыбаетесь, Олег. Я просто сейчас процитирую и предоставлю вам возможность прокомментировать. Как пишет издание, от концепции сдерживания путем ответного удара НАТО переходит к сдерживанию путем недопущения. И тут вот интересная история. Они рассказывают, что ранее в случае вторжения России государство, члены должны были продержаться до тех пор, пока силы союзников, преимущественно США, не прибудут им на помощь и не нанесут ответный удар, чтобы оттеснить Россия назад. Я помню, как балтийские страны страшно волновались накануне массированной атаки 2022 года. Они очень сильно тогда переживали, даже были заявления, что они опасаются, что русские быстро продвинутся вперед. И готовы... Вообще теперь НАТО предлагает увеличить расходы на оборону до 2,5-3% ВВП. То есть, если раньше вспомним Трампа до 2, сложно было, то тут уже значительное увеличение. Но давайте немножко об этом. Почему сейчас эта доктрина применяется и они решают ее изменить? Означает ли это, что они думают, что война России с Украиной не закончится так эффективно, как хотелось бы нам всем? Дело не в окончании нашей войны. Новое – это хорошо забытое старое. Они возвращаются действительно к холодной войне. Дело в том, что существующая доктрина НАТО, она... Смотрите, давайте так. НАТО после развала Советского Союза, начиная с 1991 года, начало превращаться в политический блок. И фактически... Фактически... Единственная встряска, которую получила НАТО, и то она была продиктована больше, наверное, финансовыми и экономическими компонентами. Клинтон сделал это, когда начал... Когда ввел войска НАТО вместо войск ООН. Фактически по мандату ООН зашли войска НАТО. Они ограничили сначала действием войск ООН через Совбез. А потом ввели войска НАТО и таким образом встряхнули немножко Европу и показали, что НАТО надо. Дело в том, что в 1991 году, да, Шрёдер сказал, что ну всё, тогда НАТО нам не надо, Союз развалился, вероятного противника нет. Начинаем строить силы безопасности в Европе. За что через пару лет лишился... Проиграл выборы Ангели Мерки. Вот. А Клинтон тогда единственным попытался встряхнуть, но всё равно это не спасло. После Югославской войны опять всё перешло на мирные рельсы. Сегодня НАТО пытается вернуться на военные рельсы. Из политического блока пытается вернуться в военный блок. Удаётся это очень плохо, потому что они привыкли почивать на лаврах, они не привыкли. Они свернули всё, переписали вот доктрину. Почему, вспомните, 14-й год, тогда ещё, по-моему, Даля Грибаускайте была, да, президентом, она тогда потребовала... Они быстро вспомнили, что в них есть доктрина оборонительная, начали её читать внимательно. И оказалось, что НАТО предусматривает временную оккупацию территорий приграничных территорий с Российской Федерацией. И там написано, что до шести месяцев страны Балтии могут быть оккупированы, или там другие граничащие с Россией страны могут быть оккупированы или частично оккупированы российскими войсками. Пока НАТО... И что говорит четвёртая статья? Консультации. Какие консультации, если войска заходят на вашу территорию? А они проводят три дня консультаций, а потом определяют... И она тогда потребовала... Она потребовала тогда введения войск. И в страны Балтии вошли американские и немецкие войска. Что немножко успокоило и встали вдоль границы с Российской Федерацией. В Эстонии и в... По-моему, в Литве, да. Да. Вот. И поэтому эти страны понимают ситуацию. А сейчас они наконец-то пришли к тому... И смотрите, как было построено... Вспомните тот же Макрон ещё летом прошлого года, что он говорил. Не надо дразнить Россию. Давайте послушаем Путина. Давайте как-то будем искать компромиссы. То есть вот эта мультикультурность, она практически проела НАТО насквозь. Сейчас они наконец-то... До них начало доходить, что надо возвращаться к старой доктрине холодной войны. Тогда был агрессивный... Доктрина была оборонительная, но она была агрессивной. То есть в случае нарушения границ НАТО, они вступали в бой. НАТО создало тогда силы быстрого реагирования. Кстати, это мы пытались повторить в 2005 году, когда готовились к вступлению... Получению ПДЧ в НАТО. Мы тогда скомпоновали тоже вооружённые силы. Были силы быстрого реагирования. Были силы, там, неядерные силы сдерживания. Были силы тылового и материального обеспечения. Мы неплохую модель тогда нарисовали. Но не судьба ей была. Благодаря фрау Меркель не судьба ей было воплотиться в жизнь. Так вот, НАТО возвращается к этому. Они сейчас хотят возродить силы быстрого реагирования. То есть войска постоянной готовности, которые развернуты по военному штату и находятся в повышенной готовности. И в течение нескольких часов они могут выдвинуться в любую точку границ НАТО и вступить в бой. Вот что самое главное. Без вот этих всех предварительных консультаций... Никаких консультаций, ничего. Только первый выстрел в сторону НАТО, поднимаются войска, и они бросаются на этот участок для защиты членов альянс. То есть они возвращаются практически в 70-е годы. Все правильно было сказано в статье. Они возвращаются. Советский Союз тогда придумал такую интересную формулировку. Боевой устав, секретная его часть, начиналась ответно-встречный ядерный удар. Ну, это касалось ядерного оружия. Но и такое же предполагалось не ядерным вооружением. Ответно-встречный удар. То есть Советский Союз якобы тоже оборонительная доктрина. Ждал, когда НАТО первый раз выстрелит и в сторону Советского Союза или Варшавского договора на тот момент. И тогда уже типа советские танки пойдут волнами, пойдут вперед. И вот эта вот обстановка противостояния, она была в принципе практически до самого развала Советского Союза. Олег, вот тут у меня вот важное уточнение. Может быть, я что-то неправильно понимаю, да? Но все-таки, если вот сейчас НАТО хочет изменить концепцию. Концепцию вот в отношении России, ведь я правильно понимаю, это же речь идет о Китае. То есть речь идет о России, о прямом столкновении с Россией. То есть из этого следует, что они не рассматривают вариант, что Россия будет разбита в ближайшее время или что Россия будет не в состоянии наступать на страны НАТО. Почему? Нет, не так. А вот объясните как, потому что у меня почему-то такая мысль появляется. Что это значит? Мысль правильная появляется. И в принципе Соединенные Штаты где-то, мы с вами об этом уже говорили неоднократно, я вот сказал мнение, что Соединенные Штаты где-то там в глубине души ратуют за то, чтобы Россия сохранилась в тех границах, в которых она есть сегодня. Потому что как бы с одним организмом или с одним субъектом международного права легче управляться, чем, допустим, по разным прогнозам, там их может быть около 40. 39 прогнозируют. Там Донецкая, точнее Белгородская, Брянская народные республики, Курская народная, Псковская народная. Это же может быть, понимаете, палка же она о двух концах. Это теперь может ударить и по Российской Федерации. Где гарантия, что завтра губернаторы не начнут поднимать флаги местного самоуправления. Не начнут делить Росгвардию и устанавливать какие-то свои порядки. Но доктрина НАТО, она предусматривает не только Российскую Федерацию. Они предусматривают и вот эти страны, которые или новые юрисдикции, которые могут образоваться на территории России. Я думаю, что тут комплексный подход. Они просто возвращаются, им не важно будет. Там же не указано четко. У них сегодня прописано, что Россия является главным источником терроризма. Международного терроризма. Они не написали, что Россия относится к категории вероятного противника. Нет, такого нет. Может быть, они в новой концепции, может быть, они или в исправленной доктрине, они могут написать такое. Если они напишут, значит, они подразумевают Россию как вероятного противника. Думаю, что они напишут. Думаю, что они оставят так, как есть. Главный источник угрозы. Возможно, добавят слово военной к террористической. Но при этом для того, чтобы именно сыграть сразу на два фронта. В плане того, что если Россия остается как субъект. И второе, если Россия разваливается как субъект. И тогда возникает куча осколков. Дело в том, что в случае развала России никто же не гарантирует того, что не возникнет гражданская война. А гражданская война может быть повернута как внутрь России, так и наружу. Претензии, территориальные претензии будут самые различные. И в том числе и к странам, которые граничат. А это, да, вспомните Финляндия. Там вообще с границей какие проблемы были. Советский Союз сколько? Трижды пытался отвоевать. А если вспомнить еще 17-й год, Карелию, Карельскую Республику, то там огромные проблемы с границей. Это сейчас, посмотрите, сколько понадобилось лет, для того, чтобы Никола Пашинян наконец-то осознал и заявил это публично, что пока и Армения не признает границы 91-го года, Армянской ССР, до тех пор мира не будет. То здесь это начнется все сначала. Все начнем с начала, все начнем с нуля. Понимаете? Поэтому они и меняют доктрину. И им неважно, вряд ли они напишут конкретно Российская Федерация. Нет. Мне кажется, они оставят в таком контексте, чтобы это было всеобъемлюще и касалось и субъектов, которые могут появиться на территории России, и Российской Федерации в целом. О сливе документов Пентагона мы говорили с вами в прошлый раз, и разные варианты обсуждались. До сегодняшнего дня там еще появилось ряд информаций, всяких разных, но очень интересная информация появилась по Египту. Вот я напомню нашим зрителям, что вот в этих сливах Пентагона значилось, что Египет тайно, президент Египта тайно поручил подготовить 40 тысяч ракет для России. Это было в слитых документах Пентагона. Что же сегодня написала «Москов Таймс»? Это очень интересная история. Я прямо процитирую. Мне кажется, это очень важно. Это вот какой-то прямо реальный результат слива в документы Пентагона, и как-то становится от этого очень приятно. Египет отказался поставлять Путину ракеты и решил вооружать Украину. Вместо 40 тысяч ракет для России Абдель-Фатах Аль-Сиси отправит артиллерийские снаряды вооруженным силам Украины. Ну вот прямо, что называется? Через Соединенные Штаты. Но это не главное. Вы упустили самое главное. Что же? Скажите. То, что Египет должен был поставить Российской Федерации параха, А вот этого об этом не говорилось? Там было. Там второй строчкой. Все уцепились. Во-первых, не 40 тысяч ракет. Во-первых, как это выяснилось, это артиллерийские снаряды калибра 122 мм для реактивных систем залпового огня «Град». Это градовские снаряды. Поэтому такое большое количество, потому что, ну, если брать одну пусковую установку, это 4 тысячи залпов. Точнее, тысяча залпов. 40 снарядов в одном залпе. Но там второй строчкой было, что он, кроме этих 40 тысяч снарядов, должны были поставить пороха и взрывчатые вещества. В России нету порохов. Они не могут производить боеприпасы. У них нехватка. Искусственный, синтетический порох они не варят. А натуральный порох, для этого нужен хлопок. Да, основу пороха составляет хлопок. Для сравнения, ну, вот так меня учили в автошколе, точнее, в артиллерийском училище, это фразеология, что тонна пороха – это эшелон хлопка. Ого! Для того, чтобы произвести одну тонну пороха, надо переработать эшелон хлопка. И самое главное, что пороха, Египет не даст пороха России. Вот это важно. А снаряды, они расходуются. А вот производство новых боеприпасов, вот это для России будет очень больно. Но, опять же, слив информации, вот такие детали или нюансы, которые сейчас всплывают и которые мы обсуждаем, меня все больше и больше убеждают, что слив был преднамерен. Что это очень красивое… Интересно. Давайте об этом поподробнее. Очень красиво срежиссированная такая постановка, которая, ну, как говорят, взрывку, кому выгодно. Вот кому выгодно. Смотрите, Китай оправдывается и уже клянется, что никому не будет поставлять оружие. Хотя собирался, какие-то договоренности были и так далее. Египет оправдывается. Резко меняет свою позицию и решение. И куда ни ткнись везде, Россия молчит. Вы же посмотрите, реакция России нулевая. Если бы Россия была заинтересована в этом сливе, они бы сейчас своей пропагандой поднимали на гора все новости, которые им выгодны для того, чтобы… Как они работают пропаганда? Вбрасывается новость, и средства массовой информации стараются держать ее на плаву, не давая ей остыть. Постоянно ее подогревают. Россия молчат, как мыши, забились в угол и молчат. Да? Они молчат, они не комментируют этот вопрос? Нет, покажите мне хоть одно заявление по поводу этого слива. Потому что там четко, там расписана ситуация с российскими войсками, что силы специальных операций России разбиты на 95%. О чем им трубить? О том, что у них нет спецназа на сегодняшний день? Что у них в спецназе остались одни мобилизованные и раненые? Нет, это им невыгодно. Ну, а про нас там… То, что сфальсифицировали цифры потерь, я думаю, что это было, знаете, как операция прикрытия. Для того, чтобы перевести стрелки, кому выгодно сфальсифицировать цифры потерь? Конечно, Российской Федерации. Ну, вот давайте на них… Давайте им тут подправим. Заодно все усомнятся в подлинности документов, что они все не сфальсифицированы. Да? И бросим. Но Россия как-то за потери тоже молчит. Даже за такие подправленные в их пользу. Где? Почему? Кто там? Никто же пропагандистов, я не слышал, чтобы обсуждали, что вот там потери. Они же боятся признаться, что у них перевалило уже давно за пять тысяч. Что-ка там? Четыре тысячи восемьсот с хвостиком числится официальных потерь. Это на сентябре, по-моему, последняя информация, по-моему, в сентябре месяце была по потерям в специальной военной операции, как они говорят. Поэтому я думаю, что это вот такая была… А по нам, смотрите, что мы нового узнали из якобы секретных документов Пентагона, слитых? Что к нам приходят танки-леопарды? Так мы каждый танк считаем, мы уже скоро на границе повесим этот… И будем… Плакаты будем писать. Плюс один там, плюс 12, 13, 14. Сколько зашло танков? Каждая страна, которая нам помогает из состава конференции в Рамштайне, она считает своим долгом публично заявить о том, что они нам предоставили. Количество машин, количество боеприпасов, количество вооружений, количество комплектов, формы. Все в открытом доступе. Все, что там было совсекретного. Кто этого не знал? Посмотрите на нашего министра обороны. Вчера презентовал колесный французский танк. Все уже забыли про этот танк. Никто. Но министр обороны показал, что колесные танки уже в Украине. Рассказал, что они передаются, воевать на них будет морская пехота Украины. Потому что они имеют возможность еще и плавать, так как легкие танки. Ну, колесным танкам там трудно их отнести. Ну, уже раз так решили называть. Я бы назвал больше ее колесная галбица. Там 105-миллиметровый ствол, но резной это фактически пушка на колесах. И действительно для морской пехоты он будет очень подходящий. Так что здесь, где совсекретно, вот скажите, где вот этот штаб красный? Скажу, сейчас скажу. Скажу. Вот все же западные средства массовой информации разбирали по косточкам. И каждое утро я просыпалась и сразу начинала читать Вашингтон пост или Нью-Йорк Таймс. Они по косточкам разбирали. И там же писали о том, что даже наступление украинское переносице. Там же называлась точная дата в этих документах, что все там начнется условного 30 апреля. Я не открываю военной тайны, это написано везде. Да, было. Вот так лениво это не читал. И об этом же тоже писалось. Хотелось бы, конечно, дать... Нет, подождите. Это же прием информационно-психологической войны. Ожидание казни страшнее самой казни. Понимаете, теперь, ну, российское командование мечется, они не знают, что делать, они не знают, где мы ударим. Они стараются... Почему сейчас, смотрите, активизировались удары по прифронтовой полосе? Потому что они боятся накопления где-то наших резервов. Они лупят, куда попало. Лишь лупить, чтобы не дать... А вдруг попадем? А вдруг попадем? Вдруг там резервы? И вдруг это направление главного удара? Для них это очень... И они начинают перебрасывать войска. Да, Бахмут они не могут оставить уже здесь политическая задача. Но в остальном они ведут в основном разведку боем. На Запорожском направлении уже какую? Третью линию начали рыть, да? Вспоминаем Херсон. Что там было? Три линии обороны. Бетонные доты везли, лес Кругляк везли, окопы копали, закапывали землю и так далее и тому подобное. Кстати, да, мы уже забыли об этом. Олег, хорошо, что вы напомнили. Я сейчас вот просто... Вы мне напоминаете, я вспоминаю это все, даже эти видео и фото. Конечно. Помните, сколько мы обговаривали, как мы будем прорывать эти линии обороны? А сможем ли мы их прорвать? И так далее и тому подобное. Поэтому я не вижу, чтобы там, ну, как бы... А, кстати, Вашингтон пост и Нью-Йорк Таймс, они, как бы, у них была, я бы так сказал, публичная дискуссия, хотя они не задавали друг другу вопросы и не отвечали на них. Но в самом начале этого слива они заняли диаметрально противоположную позицию. Одна газета писала, что это российские спецслужбы слили, а вторая газета писала, что это слили из Пентагона, но это говорит о том, насколько глубоко Пентагон погружен в... ЦРУ, точнее, погружено в российские спецслужбы. Ну, и мальчик в красных шортиках, который 21 год рядовой, там, низшей категории имеет допуск в высшей категории к документам софт-секретным. И сливает их через какую-то геймерскую группу, которая играет там в режиме онлайн, в какую-то игру. Ну, это просто... Ну, могли бы уже какого-то там... Раньше там... Видите, они падают. Там у них был генерал, потом был полковник, потом был майор, который там... Я уже фамилии не помню, но вот кто-то перечислил. Вот этого... И дошло до унтер-офицера, вот эта женщина, Марс БМС, и вот этот нацгвардеец. Завтра кто? Завтра уборщица возьмет ноутбук со стола в Пентагоне и как с Ноутен выйдет и расскажет все супер-секреты. Ну, смешно, честно. Это очень интересная мысль. Как говорил Станиславский, в этом случае не верю. Олег, ну, вот о том, как активизировались Штаты в разных частях мира, говорит еще один интересный пример. Вот очень интересно, как вы это прокомментируете. Итак, мы все помним историю, когда Турция купила у России С-400, и тогда у нее возникли проблемы с американской авиацией. Да, и там F-16 шел разговор и другое. F-35 шел разговор. F-35. Они, да, они их выключили из программы, хотя Турция внесла туда даже, по-моему, первый взнос. Что же сейчас происходит? США готовятся согласовать продажу Турции оборудования для модернизации истребителей F-16, которые уже есть в Турции на вооружении. Об этом сообщает Reuters. Агентство узнало от информированных собеседников, что руководители соответствующих комитетов Конгресса уже неформально дали согласие на это. Если во время официальной процедуры Конгресс даст согласие, это будет первая за много лет продажа Турции военных технологий. И, как известно, Анкара, то, о чем мы вспоминали, долгое время пытается получить от США, по крайней мере, истребители F-16, после того, как Турцию из-за покупки российских S-400 исключили из программы F-35 и наложили на нее санкции. Вот это все происходит на фоне того, что Турция, я так понимаю, отказалась закупать вторую часть этих S-400. Вот это интересно. Это вот Америка пытается договориться вот сейчас с Эрдоганом или что происходит? Интересно. Нет, да, в принципе, Соединенные Штаты пытаются вернуть Турцию в лоно НАТО. Дело в том, что Эрдоган сыграл довольно опасную, но довольно, видите, получилась эффективную партию, такую шахматную. Он Путин продал, он купил у Путина S-400, но они не продали его в полном объеме. Там российские инструкторы находились очень долго, и на сегодняшний день, не знаю, правда, ну, как бы секретной информации у меня нету, но из той, которая есть в открытом доступе, не в полном объеме Турция может эксплуатировать S-400. Не все боевые характеристики доступны для турецких военных. Интересно. Да, и вот это, может быть, тоже, как бы, Эрдогана подтолкнуло. Турция сегодня разрабатывает свой истребитель. Кстати, мы должны были быть в этой совместной программе по разработке истребителя. Эрдоган, когда был визит, еще тогда Порошенко был президентом в Анкару, Турция, Эрдоган сказал, у нас есть планер, давайте, у вас есть двигатель, давайте сделаем боевой самолет, истребитель, бомбардировщик, многоцелевой. Вот, но Украина, как всегда, сделала вид, что или не расслышала, или, ну, мы это спустили на тормозах. Сегодня этот истребитель уже проходит рулежные испытания. Ого! Да, то есть он еще не летает, но он уже по рулежной дорожке передвигается, ездит. Вот, и получает, и Турция, у Турции на выходе там, Алтай, кстати, это... Странное, очень интересное название, Алтай. Не-не-не, это историческое название, тюркские народы с народом с Алтая. Так что там Путину стоит еще задуматься над этим. Танк Алтай у них на выходе, с двигателем, по-моему, Митсубиси, они купили. Опять же, наш харьковский завод пытался участвовать, но безуспешно, к сожалению, в тендере на двигатель. У них истребитель, у них тяжелый Кизим-Алгы, по-моему, этот самый тяжелый дрон, ударный, разведывательный, и у них беспилотник дальней разведки, тоже тяжелый, еще один, тоже испытания его уже начались. И Байрактар в версии Б-3. То есть, Турция очень сделала мощный, ну, я уже не беру флот, если они даже нам строят корвет, это самое, то говорить о том, что они себя обидят, любимых, в плане постройки, ну, только подводный флот, по-моему, у них 22 штуки сегодня на вооружении. Вот. И причем, у них же два флота у Турции. У них флот, который находится в Черном море, флот, который находится в Средиземном море. Она очень мощная страна. Американцы поняли, что если сейчас они не пойдут на уступки Турции, они потеряют эту страну. Она, она обзаведется своим вооружением собственным, и с ними будет еще тяжелее разговаривать. И поэтому они, ну, F-35 и вернуть их в программу F-35, я думаю, что это не позволила политическая ситуация, потому что другие страны могли бы возмутиться этому, потому что очень много стран в очереди стоит, на F-35, да? Конечно, конечно. Сегодня получили только самые близкие друзья. Сегодня флот Ее Величества, ну, Его Величество уже, к сожалению, уже вооружен версией Light F-35 и их тяжелые авианесущие крейсеры ходят по мировому океану уже с F-35 на борту. Сегодня Израиль обкатывает F-35 и, по-моему, еще кто-то. Там стоит в очереди Норвегия, которая покупает бригаду сразу F-35. Ну, у них стаб-фонд, там, не знают, куда деть эти нефтедоллары. Они решили купить целую бригаду сразу авиационную. Финны стоят в очереди, там полмира уже в очереди, как на Хаймарсе. На Хаймарсе на два года вперед расписана покупка этих, они уже ничего не продают, они просто выполняют заказы один за другим. То же самое на F-35. И сейчас, если вернут Турцию в эту программу, это может быть воспринято не совсем корректно. Поэтому американцы решили, ну что ж, F-16 старая добрая лошадка, которая постоянно модернизируется, но до сих пор в строю. Самый массовый, кстати, самолет. Почему бы не продать некоторые технологии Турции для того, чтобы они могли модернизировать свои F-16. Вот вам ответ. А Россия опять, получается, пролетает. И Путину сейчас придется либо передать все технологии, которые боевого применения F-S-400, вот, или этот комплекс так и останется на этой военной базе в качестве, ну, средства ПВО, там, в ограниченном, в ограниченном режиме использовании. Еще одна интересная информация, Олег, просто очень интересно, как вы это прокомментируете, потому что, честно говоря, сегодня было несколько шараши на этом. Российские военные и гражданские корабли-призраки передвигаются в Балтийском и Северном морях и собирают данные для диверсий против ветровых электростанций, газопроводов и кабелей связи. Об этом свидетельствует совместное расследование общественных вещателей Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Это суда, которые выключили свои так называемые передатчики AIS и не сообщают о своем местонахождении. Примером является корабль ВМС России адмирал Владимирский. Официально он занимается морскими исследованиями, но по данным источников его также используют для разведывательной работы. Вот это как-то очень странно прозвучало, потому что какие-то общественные вещатели вдруг об этом говорят. как о том, что они обнаружили что-то новое. Но мы-то думаем, что там вообще все под контролем, что вообще Запад понимает опасность всего происходящего, что есть какое-то слежение через спутники, работают разведки, и все это должно быть, наверное, и так понятно, прозрачно и известно, особенно в условиях вот такой эскалации. Вдруг выясняется, что эта информация вдруг становится такой неожиданной, и повторюсь, это расследование каких-то общественных вещателей. Я не хочу ни в коем случае их унизить, но только ведь это общественные вещатели, а не какие-то военные разведки и так далее. Это интересно, как бы вы это прокомментировали. Ключевых моментов два. Первое, это для нас с вами информация, не для спецслужб, то есть для широкой глазки. и второе, общественные вещатели, вот это ключевая фраза. Для того, чтобы сегодня не приобщать сюда разведсообщество и не говорить, что это норвежская разведка или там шведская или там МИ-6, для этого общественные вещатели или там журналисты без границ или, допустим, аналит сообщества открытого, который использует исключительно открытую информацию, такие как Беллингет, такие как ИнформНапаум, вдруг сказали. Дело в том, что вспомните, как прекратил свое существование Северный поток. Произошли взрывы, казалось бы, Балтийское море уже сегодня, на сегодняшний день уже внутреннее море НАТО, и оно не такое широкое, чтобы его там можно было, тем более взрывы произошли недалеко, по-моему, от берегов Дании. И по идее должно было быть все под контролем. Я думаю, что там под контролем, знают кто. А сейчас появляется информация, что там барражировали на протяжении недели барражировали вот такие гражданские суда Российской Федерации, в том числе и выключали систему оповещения свой-чужой. И потом произошли взрывы. А России выгодно эти взрывы, потому что никто никого за руку не поймал, неустойку она платить не будет. Поставки газа в Европу были прекращены, и Путин что говорил? А Европа замерзнет. Замерзнет насмерть, приползете на коленях за ведерком газа, я, может быть, вам отолью немножко. Но Европа не замерзла. Зима закончилась, кстати, с рекордным количеством газа в подземных хранилищах в Европейском Союзе. Они теперь не знают, куда его одевают этот газ, потому что надо закупать на следующий год, а у них полно осталось от этой зимы. Зима теплая оказалась. То же самое происходит и в Северном море, и вот ближе туда к Арктике. Почему? Потому что, кстати, Соединенные Штаты и скандинавские страны, они на Арктику тоже глаз положили. А Путин даже, а Путин настолько хотел хапнуть арктические воды, что даже было предложение в ООН признать Арктику исключительно экономической зоной Российской Федерации. То есть, там было... Симпатичные аппетиты. Да. А теперь еще добавьте сюда, что Северный морской путь на две недели короче, чем Суэцкий канал. Почему бы нет? А сегодняшние технологии позволяют строить ледоколы, которые будут водить конвои круглогодично. А когда зима, так там и штромов нету, потому что льдом все сковано. Иди себе спокойно во льдах за ледоколом в проходе. Поэтому, а для того, чтобы показать Российской Федерации, не раскрывать как бы все карты военные, и показать Российской Федерации, что, ребята, мы же все видим прекрасно, все мы на контроле. И потом произойдет какой-нибудь нацгвардеец, в красных шортах, потеряет флешку, ее найдет геймер, и весь мир узнает по фамильной экипаж, и какими приборами они там проводили разведку. Вот о чем это говорит. Сегодня это элемент информационной войны. Поэтому общественные вещатели вдруг обнаружили и сообщили всему миру. Теперь весь мир, а теперь по идее, понимаете, как раскрутка идет. А теперь по идее должны кто заинтересоваться? Спецслужбы. Правильно? И теперь они вступают в игру и говорят, мы же проверили, мы проверили данные. Оказалось, правда? Оказалось, не врут? Значит, ай-яй-яй, Российская Федерация есть основания для, допустим, введения новых санкций. Или там для, допустим, требования от России каких-то каких-то действий определенного характера. Так что, на мой взгляд, это уже просто сегодняшние технологии, которые используются в ходе информационной войны, которая все равно выливается в экономическую войну. Олег, ну и последний вопрос в качестве прогноза. Поскольку очень много интересного было сказано сегодня по поводу того, что многие документы могли быть обнародованы намеренно, что это часть большой информационной войны. Что бы вы сказали украинцам о всех вот этих вот о всей этой информации, которая вокруг наступления накапливается, накапливается и уже создается такое впечатление и возникает какое-то даже такое легкое такое волнение, что мы так много говорим о наступлении, что уже даже даже в Украине мы как-то даже опасаемся об этом говорить. Уже думаю, ну сколько уже можно. Знаете, есть такое слово, чтобы не заговорить в конце концов все это действие. Потому что для Украины это по-настоящему это жизни наших наших людей, наших солдат и многое-многое другое. В этом смысле вот на фоне всего, что было за последнее время сказано в украинском наступлении, что бы вы сказали украинцам? Ну, скажу так, что, видите, война гибридная, действительно гибридная. Нету такой классической войны, как это было в Первую мировую, во Вторую мировую, линия фронта, кругом враги и все остальное. Я бы порекомендовал просто дистанцироваться от вот этого информационного шума и воспринимать это просто как новостной фон. А на самом деле заниматься тем делом, которым они занимаются. Помогать вооруженным силам, поддерживать их, верить в них и готовиться к этому контрнаступлению всеми силами. А не распыляться и не тратить нервы вот на такие сообщения. Это воспринимать как информационный фон вот этой гибридной войны, в которой мы сегодня участвуем. Я правильно понимаю, что Украина готовится к контрнаступлению, несмотря на все, что там. Несмотря ни на что. Вы абсолютно правильно понимаете. И в этом плане я бы, знаете, как сказал, берите пример с генерального штаба нашего. Постоянно молчит. Постоянно. Из него какую-то информацию вытянет. Они в себе там в середине закрылись тихонечко и занимаются своими делами. А потом мы с вами наблюдаем результаты боевых действий. Да, мы очень сильно зависим от наших западных партнеров. И иногда вот эти позиционные периоды войны затягиваются на очень долгий период. Вот как сейчас практически три месяца мы в позиционной войне. И все уже вроде как устали. Но с другой стороны как только необходимое количество вооружений будет поставлено я думаю что мы сразу же увидим результат. Так что берите пример с нашего генштаба меньше нервничайте больше делайте и верьте в нашу победу. Олег Жданов был сегодня с нами на связи за что мы ему страшно благодарны. Конечно признательны вам наши спонсоры на платформе Патреона оставайтесь с нами это был Укралайф ТВ. Олег спасибо вам огромное. Спасибо что были сегодня с нами. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok